МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе пресс-туры по зданиям Казанского федерального журналисты попали в больницу. А что произошло, ты узнаешь в сюжете Адели Шамиловой. 6 марта в стенах медицинского кластера Казанского федерального состоялся пресс-тур для журналистов Республики Татарстан. Эта дата была выбрана не случайно, ведь основные отделочные работы уже завершены. А установка и наладка оборудования находятся на финальной стадии. В новейшие операционные европейского уровня пресса смогла проникнуть без предварительной подготовки. Однако уже совсем скоро здесь начнутся плановые операции, и вход будет строго ограничен. Рассказывая о концепции трансляции достижений ученых, Ильшат Гафоров акцентировал внимание журналистов на том, что подобная трансформация стала возможна именно благодаря объединению усилий науки и практики. Более того, вопросы, связанные с подготовкой врачей, исследованиями в этой области, они в университете определены как приоритетные. Всего у нас на сегодняшний день 4 приоритетных направления. Следующей точкой в плане маршрута стал находящийся рядом реконструируемый комплекс зданий бывшего военного госпиталя. Значит, вот три кампуса. Первый, второй и третий. И вот до дороги в территориях. Нам предстоит работы по благоустройству, которые мы должны будем тоже в летнее время проводить. Как рассказал журналистам Ильшат Гафоров, объекты здесь будут сданы уже к началу нового учебного года. С 1 сентября здесь начнутся занятия для студентов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Военный госпиталь состоял из трех кампусов, которые нам передали. Крайние два кампуса, они должны быть сданы. 1 сентября здесь будут уже студенты. Обновленная клиническая база КФУ также не прошла мимо неутомимого взгляда журналистов. Здесь пресса поближе познакомилась с отделениями кафедры фундаментальных основ клинической медицины и совместной лабораторией КФУ Реке, которая открылась в 2016 году и занимается разработкой препаратов и новых способов лечения. Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Кьясов познакомил прессу с концепцией работы Биобанка, который также размещен на базе обновленной клинической базы. Одно хранилище – это биологический материал, который, так сказать, человеческий, он должен храниться для исследований, для поиска новых лекарств, для поиска всего. Следующее у нас, так сказать, мы пока не запустили его. Это для кожи, для костей, то же самое, для того, чтобы развивать вот эту регенеративную медицину. Главный тренд трансляционной медицины предполагает ускоренное внедрение научных открытий, что четко укладывается в широко распространенную в мире концепцию 4П-медицины – персонализированной, прогностической, профилактической и партисипативной. В Казанском университете расширили этот список за счет подготовки новых кадров для отрасли, подкрепляя все это новой точкой ухода за пациентами. Этим целям подчинено все. Даже комбинат питания КФУ переформатировал свою работу, создав единый центр по приготовлению пищи. Открылся он на базе университетской столовой на улице Аделя Кутую, 2Б. Здесь размещается производство, способное обеспечить все кампусы университетской клиники диетическим питанием. К слову, в этой столовой имеют возможность обедать и студенты ближайших общежитий. Можно с уверенностью сказать, что новые стандарты предоставления медицинской помощи в стенах здания медицинского кластера КФУ наверняка будет соответствовать всем мировым требованиям. Прощаясь с журналистами, ректор КФУ искренне поздравил прекрасную половину человечества с наступающим праздником. Хочу всех женщин поздравить с этим замечательным весенним праздником, пожелать удачи, спасибо вам большое и хорошего вам праздника. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Все водители без исключения недовольны качеством российских дорог. А что если не возмущаться, а предпринять необходимые меры для повышения качества дорожно-строительных материалов? Сегодня об этом говорили в Инженерном институте Казанского Федерального. Смотрим. В Инженерном институте Казанского университета состоялся научно-практический семинар «Контроль качества дорожно-строительных материалов». Проблемы дорожных покрытий – одна из самых важных и первостепенных. Никто не станет отрицать, что проблемы есть, но ведь для того они и существуют, чтобы их решали общими усилиями. Правительство работает над тем и компанией дорожно-строительной, чтобы улучшить дорожное покрытие, сделать наши дороги лучшими. Такого рода семинар станет началом большой совместной работы вместе с предприятиями дорожно-строительного комплекса, которые могут использовать в полной мере возможности Казанского федерального университета. Организаторами данного семинара выступил Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального. «Сегодняшняя тема научно-практического семинара посвящена исключительно новым подходам для того, чтобы оценить качество битумов и асфальтобетонов. Это американская система «СуперПейв». Помимо гастированных методов анализа на битумы, мир шагнул дальше и предлагает использовать новую программу, которая используется в мировой практике». Эта система «СуперПейв» помимо стандартных методов анализа позволяет изучить старение битумов, которые используются в качестве скрепляющего материала при укладке дорог. Многие приборы уже имеются на кафедре высоковязких нефтей, природных битумов, Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. «Это итальянские установки Матест, допустим, для определения старения битумов. Это сопротивление калиобразованию. Это пресса для получения асфальтобетона. Сейчас нужно понять, в правильном ли направлении идут работы в этой области. Для этого и была приглашена на конференцию известная московская фирма «Инфратест». Ведущие специалисты не только поделятся теоретическими знаниями, но и покажут все особенности программы «СуперПейв» на практике. Важным является не только улучшение качества дорожно-строительных материалов, но и обучение сотрудников. В центре маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ разработана очень широкая программа для переподготовки специалистов дорожных организаций. Мы будем разрабатывать подходы для дистанционного обучения. Будем делать программы, отрабатывать программы для того, чтобы с выездом на место непосредственно. И также приглашать их сюда на вот эти семинары, на эти школы, на эти мастер-классы. Именно сконцентрированные на проблемах дорожного строительства. Дороги должны служить долго, а для этого необходимы качественный материал и хорошо обученные специалисты. А научно-практический семинар стал хорошей отправной точкой для дальнейшей работы в этом направлении. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. В императорском зале Казанского университета прошел большой праздничный концерт, на котором в преддверии женского дня подвели итоги самого весеннего конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. 6 марта в императорском зале Казанского федерального университета в преддверии Международного женского дня честовали представительницы прекрасного пола и подвели итоги конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». С торжественной речью в начале мероприятия выступил Ильшат Гафуров. Весна – это время обновлений, но наш университет находится в таком состоянии с 2010 года. Мы постоянно движемся, и даже вошел в историю тезис, что самые стабильные у нас – это только наши изменения. Наверное, по-другому и быть не может, поскольку мы должны отвечать на все те вызовы, которые сегодня есть в обществе нашей республики, нашей стране, в мире. Поскольку мы с вами несем ответственность за формирование будущего через наших выпускников. К слову, именно ректор вручил награду самой первой и, пожалуй, самой значительной номинацией «Женщины года» за преданность университету. Был назван профессор Института физики, отдавший альмаматор более 50 лет. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан Роза Аминова. В этот вечер каждая из победителей смогла почувствовать себя королевой. Ведь им были вручены пышные букеты и изящные ленты, которые были точь-в-точь как с конкурса красоты. В зале царила атмосфера праздника, ведь между номинациями перед сотрудниками университета выступали студенты, выпускники и даже профессора КФУ, которые порадовали своими творческими номерами. В завершении праздника ректор предложил возродить в КФУ старую традицию. Ответом студенческой весне дважды в год проводить импровизированные профессор-шоу. Отчетные концерты преподавательского творчества. Диана Шилова, Евгений Максимов, Универн-Ньюс. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универн-Ньюс. Пока-пока!